я вас приветствую друзья в этом видео я решил предоставить вам информацию о том что по моему мнению безусловно среди негативов группы должны были присутствовать негативы с фотоаппарата игоря дятлова то есть у меня есть факты которые убеждают меня и он уверен убедят и вас в том что игорь дятлов тоже делал фотографии и негативы с его фотоаппарата куда-то делись но при этом как минимум одна фотография безусловно присутствует и это вызывает вопросы естественно самый главный вопрос ну а где ж тогда негативы куда они делись откуда появилась вот эта фотография не упала же она откуда-то с неба не передали же ее кому-то если это было в архиве иванова но тогда извините где пленки потому что нас убеждают что все пленки все фотографии все негативы все это взято из архива иванова но хорошо а где негатив игоря дятлова почему я убежден что он существовал и возможные существуют до сих пор сейчас я вам постараюсь доказать давайте начнем с фотоаппарата в уголовном деле присутствует вот такая опись фотоаппаратов с номерами и вы можете заметить что вот здесь написано фотоаппаратность под номером 552 42 643 ну якобы чей непонятно кого неизвестный кому принадлежащий видимо это было изначально информация как только эти фотоаппараты попали наверное к иванову начали разбираться и никак не могли понять почему то два фотоаппарата приписали слободину вот для меня это до сих пор удивление почему именно оба потому что получен был потом 11 так и остался неизвестно кому принадлежащий но вот с этим фотоаппаратом разобрались разобрались уже позже разобрались кстати получается уже где-то в июне месяце судя по расписке и его получил отец игоря дятлова у нас существует вот такая расписка написанная на напечатанном листке председателя правком уральского политического института товарищу слободину кстати меня часто спрашивают вот вы иногда говорите про некого слободина работающего в упи кто это такой родственник слободина рустема нет это однофамилец он был председателем правкома упи следствие по делу о гибели туристов установлено что игорь дятлова принять деньги обнаружено у него в сумме 971 рубля отцу погибшего дятлова алексей александрович у прокуратуре области выдан 271 рубль остальные 700 рублей прошу выдать из тех 700 рублей которые переданы в кассу правкома через гордо по приходному ордеру на мое имя от 2 апреля 59 года прокурор криминалист младший советской инвестиции иванов и дальше и идет рукописная расписка почему кстати она вот именно здесь я не очень понял честно сказать у нельзя было на отдельном листе написать ну ладно раз здесь так здесь мною дятлом алексеем александрович им получено от товарища иванова первое письмо на получение в упи 700 рублей второе деньги в сумме 271 рубль 3 фотоэкспонометр ленинград вот кстати именно с этим фотоэкспонометром фигурирует на нескольких фотографиях игорь дятлов и на мой взгляд это очень немаловажно для тех кто не понимает объясняя фотоэкспонометр это такой приборчик с помощью которого в те времена можно было дать нужные настройки там настроить фотоаппарат и так чтобы получить качественный снимок сегодня это все автоматически производится тогда это все делалось вручную определялась там степень освещенности ну и тогда и не буду сейчас говорите это не суть важно то есть явно игорь дятлов занимался фотографии увлекался ею и относился к этому достаточно серьезно но разве что скорее всего он был все-таки ним несколько начинающим и ему приходилось время пользоваться с фотоэкспонометром потому что уже опытные фотографы они уже приблизительно и так могли сделать установки без всяких фотоэкспонометров сдавать достаточно качественные снимки возможно он еще не умел это делать или просто подстраховывался 4 фотоаппарат зоркий номер 552 42 643 вспоминаем тот самый фотоаппарат который был как бы сначала неизвестно чей то есть это фотоаппарат игоря дятлова безусловно вот это доказательство давайте я сразу до конца тут еще прочитаю есть интересный момент часы звезда на ремешке со стрелками покрытыми светящимся веществом это я специально прочитал для одного из моих зрителей который спорил со мной что в те времена вроде как светящиеся стрелки это не употреблялись вот пожалуйста вот часы звезда светящиеся стрелки это было нормально в темноте чтобы стрелки было видно специально их покрывали так в не везде была освещенность а вот в походе тем более и глядя на светящиеся стрелки можно было понять сколько время но еще тут коробочка металлическая дальше я просто не смог опять прочитать тяжело все таки это все понять этот почерк дата 20 какое-то опять плохо понятно какое конкретно 20 июнь месяц 59 года и подпись отца дятлова судя по всему кстати вот удивительно такая аккуратная подпись и такой неаккуратный почерк и все-таки у меня впечатление что саму расписку может все-таки не отец игоря дятлова писал как тут больше по моему похоже на почерк иванова но это не суть у игоря дятлова был фотоаппарат и был фотоэкспонометр но у нас нет ни одной пленки которые принадлежат этому фотоаппарату и нет ни одной фотографии казалось бы но если приглядеться к фотографии из так называемых фотографии россыпью то в принципе можно понять что эта фотография по крайней мере на мой взгляд безусловно принадлежит игорю дятлова то есть сделано с его фотоаппарат почему давайте разбираться смотрите мы видим здесь остановился и ся группу слева видно зина каумагорова угадывается она точно с фотоаппаратом тибо бриньёль золотарев слободин за ними находится людмила дубинина откуда вы можете сказать я это знаю а я это знаю с пленки который принадлежит ну как предполагается тибо бриньёлю и скорее всего это так и и почему потому что на этой пленке очень много тибо бриньёля а вот на этой фотографии он вообще крупным планом сразу то есть стоит улыбается позирует золотарёк еще не успел он там палки под рюкзак подсовывают лабадин тоже пытается остановиться так сказать видимо тоже сделать такую за подпорку люда дубинина смотрит уже конечно на зину она уже готова в руках держит по всей видимости все-таки фотоэкспонометр у меня есть такое подозрение подсказывая настройки но судя по выражению лица тибо бриньёля снимают именно его по его просьбе и снимает зина и по всей видимости большинство фотографий вот на пленке тибо бриньёля именно зина и сделала и есть еще одно косвенное доказательство этому факту но это мы в дальнейшем рассмотрим то есть на мой взгляд тибо бриньёль периодически передавал зине калмагорова свой фотоаппарат и она с него фотографировала и вот здесь мы можем убедиться возвращаясь вот к этой фотографии что здесь не хватает трех человек не видно их это кривонищенко игорь дятлов колеватов и дорошенко остальные все здесь у нас есть фото пленки кривонищенко их h2 разглядывая их мы можем убедиться что на них этого кадра нет принадлежность этих фото пленок именно фотоаппарату кривонищенко на мой взгляд доказано но это опять отдельная тема не буду сейчас в нее углубляться на тить кривонищенко мы отсекаем дорошенко тоже ни разу не был замечен с фотоаппаратом никаких подтверждений что у дорошенко был фотоаппарат мы тоже не имеем у нас нет пленок которые можно было бы привязать к дорошенко и соответственно нет таких фотографий поэтому на данный момент дорошенко мы тоже должны исключить из числа фотографов которые могли бы сделать вот эту фотографию в этой истории нет ни одного доказательства существования фотоаппарата колеватова не расписок не фотографий ничего и естественно нет ни одного доказательства существования фото пленок и фотографии с этих фото пленок которые бы принадлежали конкретно калеватову и на мой взгляд это вполне может быть невзирая на интервью люди на что фотоаппараты были у всех но это интервью знаете у на позднее и человек мог просто не помнить ошибаться много же он не помню и во многом ошибался то есть по всей вероятности по всем фактам у колеватова не было фотоаппарата и у нас остается кто игорь дятлов и все сходится у игоря дятлова был фотоаппарат игорь дятлов постоянно чего-то там фотоэкспонометром пытался вычислять выяснять очень скрупулезно тщательно к этому относился ну и скорее всего игорь дятлов все-таки делал фотографии вы можете сказать но вот это одна единственная ну взял один раз решился и сфотографировал но это нелепо потому что вот эта фотография это уже лозьва это где-то недалеко видимо в падении реки ауспе в лосьбу судя по предыдущим фотографиям которых я показывал потопленки тибо бриньоли где фигурирует гора хуяква то есть это уже продвинулись они достаточно серьезно и получается что начиная со свердловска игорь дятлов нигде ни разу ничего не сфотографировал а вот здесь все таки решил сделать фотографии но так не бывает я в это никогда не поверю безусловно он делал фотографии и других местах и до этого и после этого и безусловно там должна была быть фотопленка негатив может даже не один где они сказать сложно как я уже сказал архива иванова и архива каратаева они попали я так понимаю в очень цепкие лапы и каким-то образом так получилось что частично информации из этих архивов залегла сейчас они периодически потихонечку информацию начали вытаскивать судя по появившейся негативом поисковиков на сайте дятлов пас что-то там я смотрю меняется в описании фотографий то есть есть какое-то движение и на мой взгляд что где-то там наверняка и находится пленка фотоаппарата игорь дятлова которая безусловно было на мой взгляд я для себя этот факт читают доказанным вот с помощью вот этой фотографии и скорее всего там были такие фотографии которые могли бы прояснить нам какие-то моменты иначе я не понимаю из-за чего до сих пор этой фотографии ниоткуда не всплыли нигде не появились и никто нам их не показывает и вот вам еще один факт как в этой истории прячутся артефакты прячутся негативы исчезают куда-то частички крупицы информации на мой взгляд очень важные но видимо кто-то считает что их показывать категорически нельзя надеюсь я вас убедил существование фотопленки фотоаппарата игоря дятлова пишите свое мнение по этому поводу оценивайте мое видео ну а мне только остается сказать до новых встреч друзья